Здравствуйте! Это программа «Наши новости» в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня выпуски. Отработай или верни деньги. Как восприняли барнаульцы предложения об обязательном распределении после ВУЗа? Первый позывной в день радиолюбителя об уникальном земляке. В Алтайском крае стартовала посевная кампания. Первыми к севу приступили в степных районах – Михайловском, Табунском и Ключевском. Посевная стартовала в среднем на неделю раньше обычного. Сельхозпроизводители объясняют – вышли в поле, как только сошел снег, чтобы сохранить максимум влаги в земле. Системы искусственного орошения в районах нет. Кстати, фермеры степных районов-передовиков признались, что не последует Совету краевых властей о сокращении посевов под гречиху. Ею планируют засеять примерно 10% всех площадей. Это так же, как и в прошлые годы. Отметим, что в степных территориях эту сельхозкультуру довольно сложно выращивать, и ее, в принципе, сеют немного. Снижать объемы пшеницы, под которую отдают половину полей, здесь также не намерены. Как и в прошлом году, под зерновые отвели 10-12 тысяч гектаров сельхозугодий. Вы представляете, что такое уменьшить посевную площадь на пшеницу? А чем заменить? Ну, заменим, обрушим, допустим, рынок, не знаю чего, ну, подсолнечный края. Замена-то тоже нужна, с умом, да, аккуратненькая. Ну, вот представьте, мы не посеем, а в следующий год, в 2018 год, будет неурожайный. Будет дикий дефицит по зерну, а мы, как последний идиот, и не посеяли. Напомним, в связи с обвальной закупочной ценой на зерновые, половина урожая прошлого года осталась нереализованной. Многие крестьяне не продают пшеницу, а также другие сельхозкультуры, считая, что при таких ценах это просто убыточно. Некоторые фермеры, к тому же, высказывают мнение о том, что этой весной в разы сократят объемы посева в зерна. И сегодня власти края подали пакет документов в российский Минсельхоз на получение компенсации алтайскими аграриями, пострадавшими от паводка. Об этом сообщил официальный сайт региона. Но пока неизвестна ни дата, ни механизм выплат. Между тем, от первой волны паводка пострадало немало аграриев. Так, только у фермера из Усть-Калманского района Игоря Демьянова стихия уничтожила почти все поголовье скота. Вода унесла 80 коров, 40 овец и 30 ульев. Ущерб понесли рядовые земляки, всего 21 тысяча человек. У многих людей после наводнения жилье непригодно для проживания. Кто-то и вовсе остался без крыши над головой. Подтопленцы также рассчитывают на материальную помощь. Но ее окажут уже не по линии Минсельхоза России, а через МЧС. Губернатор края отметил, что этот вопрос сейчас решается. В Алтайском крае завершилась первая волна паводка. О возможном снятии режима ЧС сегодня говорили на заседании правительства региона. По словам губернатора Александра Карлина, уровень воды в реках значительно снизился. До конца этой недели планируют провести ряд мероприятий по устранению последствий половодия и подготовки ко второй волне наводнения. Отметим, что не все земляки одобряют отмену режима ЧС. Так, жители Листвянки Топчихинского района рассказывают, что два дня назад их село буквально смыло стихия. Сейчас в домах воды по пояс. Бутовую технику спасают импровизированные подпорки. Вода повсюду, но при этом напоить скотину и себя людям не удастся. Нет питьевой воды. Колонки потоплены, магазины не работают и нет подвоза воды. В Листвянке-то уже три дня топят их повсю, вовсю затопило всех. Их и попутали в воде. Ну как вот так? Они что, не знали или как? Им звонят туда? Нет никакой реакции у них вообще у ЧСа. Нет ни магазина, ни воды питьевой. Все поле затоплено вообще водой. Вся деревня водой. Добавим, что всего от прихода большой воды пострадало свыше 200 населенных пунктов края. Тем временем пострадавшие от наводнения жители сел до сих пор расчищают свои дома и участки. Нанесенный стихией ущерб многие оценивают в сотни тысяч рублей. У людей пришла в негодность бытовая техника, мебель и одежда. В домах сырой, пахнет болотом. Главное сейчас не допустить вспышки инфекционных заболеваний. Для этого нужно провести дезинфекцию. Накануне по инициативе депутата Государственной думы Александра Прокопьева гуманитарную помощь доставили в Солонешинский район. Также пострадавшим привезли больше полутонны средств для обработки затопленных домов и участков. Все плывет. Большая волна Талых Вод Солонешина, как и другие села региона, накрыла внезапно. Буквально за пару минут автомобильные дороги превратились в речные каналы. В воде оказались жилые дома и приусадебные участки. Некоторые огороды заболочены до сих пор. В домах стоит запах тины. Затопило дом, по ограде река бежала, по унесло там дрова, пиломатериал, позатопило технику, в избе вода была. Сейчас в домах и на приусадебных участках нужно провести дезинфекцию, убить микробов и опасных паразитов. И это, говорят специалисты, не рекомендация, а необходимость. Вода у нас с вами заполняет все. Вода заполняет какие-то скотомогильники, заполняет кладбище. Вода идет отовсюду. То есть там присутствует очень много кишечных инфекций, скажем так. Очень много палочек разнообразных. Что может вызвать? Вы прекрасно все понимаете, что это может заболевание массовое вызвать. Для того, чтобы избежать массовой вспышки инфекционных заболеваний, в Солонешинский район фонд Александра Прокопьева направил грузовик с гуманитарной помощью. В том числе десятки коробок с так необходимыми сейчас дезинфицирующими средствами. 600 килограммов обеззараживающих таблеток хватит всем, кто попал в зону подтопления. Дезинфицирующего средства, что я думаю, где-то на 600 домов получается. То есть посмотрим, если у нас в пределах как раз вот этого в зоне подтопления людей было 600 домовладений. То есть это вот, я думаю, достаточно будет. Кроме того, людям привезли матрасы, подушки, одеяло, постельное белье и воду. В первую очередь помощь получают пенсионеры, малообеспеченные и многодетные семьи. Буквально за несколько часов все спальные принадлежности пострадавшие забрали домой. Спасибо. До свидания. Гуманитарная помощь в Солонежинский район продолжает поступать. Жители нуждаются во всем. Сейчас от Красного Креста здесь ждут продуктовый транш. Евгений Плохотин, Сергей Даровских, Андрей Сегаев. Наши новости. Осужденный по делу управляющей компанией «Доверие» Максим Савинцев, сын бывшего мэра Барнаула Игоря Савинцева, находится сейчас под стражей в Томской исправительной колонии. В отличие от второго фигуранта громкого дела Дениса Сучкова, Савинцеву в условно-досрочном освобождении отказали. Об этом сообщает полиция БРУ. Напомним, Дениса Сучкова и Максима Савинцева в ноябре 2016 года признали виновными в крупном мошенничестве. Савинцева, в частности, обвинили в том, что он выкупил по заниженной цене акции муниципальной управляющей компании «Доверие», чем нанес серьезный урон бюджету города. Сначала виновным дали 6 лет колонии, но позже приговор смягчили. Сыну экс-мэра до 5 лет, Сучкову до 4,5. Последний в местах не столь отдаленных провел больше 2,5 лет. В марте этого года его выпустили по УДО. А вот Максим Савинцев пока еще отбывает наказание в Томской исправительной колонии. В условно-досрочном освобождении ему отказали. Алтайский государственный университет начал вторую волну судебных разбирательств на юридическом факультете. В Краевом суде начали вновь рассматривать дело преподавателя Алтгу Юлии Еременко. Напомним, ее якобы за аморальное поведение уволили. Но по решению суда затем восстановили в должности преподавателя юрфака. ВУЗ обязали компенсировать педагогу потерю зарплаты за вынужденный прогул и выплатить компенсацию за причиненный моральный вред. Всего около 140 тысяч рублей. Классический ВУЗ это решение не принял и подал на апелляцию. Представители ВУЗа считают, что суд должен еще раз пересмотреть и переоценить показания студентов. Очередное судебное заседание по этому делу, пояснили сегодня в Краевом суде нашему телеканалу, состоится 15 мая. Отучился на бюджете в ВУЗе от работы несколько лет по распределению. Если не желаешь, возмести государству расходы на обучение из собственного кармана. Так можно сформулировать инициативу, которую внес на рассмотрение Государственной думы депутат Сергей Вострецов. Он убежден, нововведение принесет лишь пользу. А вот что думают по этому поводу студенты алтайских ВУЗов и местные законодатели, смотрите в нашем следующем сюжете. Кирилл Сорокин, магистрант Алтайского политеха, профессию инженера выбирал по желанию. Получил довольно высокие баллы по ЕГЭ и попал на бюджет. После окончания ВУЗа планирует работать по специальности и готов даже вернуть деньги за обучение. Если работа по распределению в случае появления подобного закона будет не по душе. Я бы был благодарен, если бы рассмотрели возможность посильной помощи в трудоустройстве, а не насильного распределения. Тех, кто инициативу депутата Госдумы встретил восторженно или хотя бы поддержал среди студентов, мы сегодня не нашли. Большая часть предложения Вострецова считает ни больше, ни меньше ужасным. Такая перспектива не радует и даже немного пугает. Мне кажется, человек, который занимается своим любимым делом, к которому он пришел, возможно, методом пробы ошибок, что данный человек, он принесет больше пользы своей работой, любимой работой, чем человек, которого принуждают работать. Обязательное распределение для россиян не новинка. В советское время выпускники обязаны были ехать в деревни и села, но тогда педагогов и врачей там ждали, и они были самыми уважаемыми людьми. Если мы уже говорим про то, чтобы на нас поехали все, то в первую очередь надо заниматься, конечно, тем, чтобы была инфраструктура, были обеспечены жильем, чтобы было куда молодежи пойти. Поэтому здесь он настолько еще преждевременный, может быть, еще такой сырой этот законопроект. И я не думаю, чтобы его поддержали, потому что, ну, немножко изменились все времена. Кстати, большая часть тех, кто сейчас учится на бюджете, дети далеко не самых обеспеченных родителей вернуть государству 400 тысяч рублей. А один год обучения в том же политехе обходится приблизительно в сотню, из своего кармана просто не смогут. В данном случае под сомнение ставится сама возможность получения бесплатного образования в стране, считают студенты. Так что вопросов к законопроекту пока больше, чем ответов на них. Кстати, подобную инициативу уже вносили на рассмотрение депутатов в 2013 году. До третьего чтения она так и не дошла. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости. Новое видение. В исправительной колонии Рубцовска появилась собственная телевизионная студия. Сейчас ее работники о жизни осужденных рассказывают в эфире раз в неделю. Но в планах увеличить и число, и продолжительность новостных выпусков. Продолжит тему Анастасия Бертенева. Перезимовали зиму, теперь перезимуем весну. В эфире новости. Дмитрий рассказывает, больше всего желающих быть ведущим выпуска. Но под строгие критерии подходят не все. В кадре нужно держаться уверенно. Да и речь у телеведущего должна быть грамотной, а лексика нормативной. Вместе с Алексеем Запара и Александром Андросовым Дмитрий раз в неделю рассказывает осужденным последние новости исправительной колонии. Выпуск длится полчаса. Все от съемки материала до написания сценария делают сами. Снимаем мы на хромакее на зеленом экране, отбиваем зеленый экран и вставляем его в импровизированную студию. Для телестудии переоборудовали сцену клуба. Цвет импровизированный снимают на фотокамеры. Готовые выпуски транслируют по кабельному телевидению. Для этого к каждой секции провели провода. В такое увлечение поддерживают руководители колонии. По их мнению, это одна из составляющих на пути к исправлению. Правда, до выхода в эфир все материалы проходят строгую цензуру. Оно имеет огромное значение именно для жизни в колонии, потому что охват стопроцентный идет. Проводятся лекции, доводятся до осужденных темы различными службами. Содержание сюжетов разноплановое. Это и назидательные лекции нарколога, и познавательные тематические обзоры. Есть даже рубрика о собственном проекте «Минута славы». Пока творческое объединение работает в тестовом режиме. В планах увеличить эфирное время и качество материалов. Возможно, штаб пополнят теми, кто стремится работать и развиваться. С момента появления собственной телевизионной студии, отмечает руководство колонии, таких активистов становится больше. Анастасия Бертенева, Яна Писарева, Геннадий Лобзин. Наши новости. Сегодня Всемирный день радиолюбителя. Сколько людей считает этот праздник своим, сказать очень сложно. Известно, что в Барнауле таких можно пересчитать по пальцам. Наш следующий видеосюжет о радиолюбителе с огромным стажем. Геннадий Ясков выходил на связь с немцами, французами, англинчанами и до сих пор помнит свой первый позывной. Увидел однажды и заболел на всю жизнь. Геннадий Яковлевич вспоминает, как в 1957 году, будучи студентом Томского политехнического института, впервые узнал, что такое радиоспорт. Когда я в 1966 году начал заниматься языком эсперанто, я начал переписываться с радиолюбителями других стран. Создалась группа. На одной частоте мы встречались немцы, французы, англичане. На базе Барнаульской общеобразовательной школы номер 31 работает спортивно-технический клуб «Радист». Сегодня здесь занимается всего шесть ребят. Чтобы собрать хотя бы такую небольшую группу, Геннадий Яковлевич лично ходит по классам и пытается заинтересовать детей техническим видом спорта. У вашей команды есть позывной? Да. Как он звучит? Роман Константин 9, Игорь Василий Василий. В том, что радиоспорт – это спорт, Ясков убежден на 100%. Вот только по словам тренера, мировые рекорды здесь поставить трудно, а за победу не вручают дорогие подарки. Педагогов сейчас для технических видов нет. Те, кого вы можете сейчас встретить, это в основном вот такого возраста, как я. Молодежи нет. Сегодняшний праздник радиолюбители как-то по-особенному не отмечают. Коллективного выхода в эфир не будет. А вот из ближайших планов клуба «Радист» участие в чемпионате России он пройдет в июне в Пензе. При условии, что найдутся деньги на поездку. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей части территории края пасмурно, местами снег. Холоднее всего днем будет в Рубцовске. Плюс 4 градуса ожидается в Алейске, Белокурихе и Заринске. 7 градусов выше нуля в Камни-на-Аби и около 10 тепла в Кулунде. В Барнауле без осадков, ветер восточный слабый. Ночью минус 3 градуса, днем около 5 выше нуля. И на сегодня это все новости. До встречи! Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза.